Добавляю 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 Мой отец-то принимает. Я в пятом поколении, это кровь уже, понимаете. Моя фабрика стоит в Костополе. А они чиновники, ничего нету. Ни двухкомнатная квартира. Какого надо принимать? У меня фабрика фурычит уже 105 лет на Украине. Чтобы там уже хозяев сменилось. И ничего не получается. Потому что воровское имущество. Они все жулики и воры, управляющие моей фабрикой в Костополе. И сейчас снова фабрика на грани банкротства. Чужое. Чужим не умеют управлять. Как чужие дети. Вот свои дети берегут. А чужие жалко, но извините, чужие. Это предпринимателем быть. У нас их нету. Пытаются быть. Пытаются делать. Но не получилось. Давайте короткие вопросы и заканчиваем. В связи с тем, что кадры решают все. И кадры, которые правильно расставлены. Они будут проводить правильную политику. Нельзя ли организовать подготовку этих самых эмиров. Типа в Среднеазиатском университете в Москве. Или создание каких-то других структур. Чтобы кадры были специально готовы. Для Таджикистана, Киргизии, Туркмении. Узбекистана, Казахстана и так далее. Чтобы они работали в нашем, так сказать, интересном. Все правильно. Это можно делать. Медленно раскачивается. МИД, Министерство образования. Это же была часть России. И мы не думали никогда, что нам придется ими заниматься, как иностранным государством. У нас великолепная подготовка для Африки. Для Латинской Америки. Целый институт есть. Истуд Латинской Америки. Истуд Северной Америки. Истуд Африки. Истуд Дальнего Востока. У нас нет до сих пор института Средней Азии. Ученцы. Все, чтобы этим заниматься. То есть нет специалиста нигде у нас. Они берут людей каких-то, которые понятия не имеют. Так что здесь надо пройти там, как я. Проползти. Иван, Мухара, Ургейм, Самаркан, Бишкек, Алмака, Бюшанбе, Ашхабад. Там быть на рынках на этих. Знать, как они живут. 20 лет я там прожил. 20 лет. А у них стоят фото-фото-бишки. Я говорю, даже не знаю, что такое Бишкек. Бишанбе. Что такое по-русски Бишанбе? Он не знает. Понедельник по-русски. Вот так назвали таджики свой город, столицу. Понедельник. Алмата по-русски. Город Яблок. То есть ничего не знают. Истудия, ты занимаешься Киргизией. Он там ел. Ничего не понимает. Он едет туда послом. Послом в Казахстане был бывший руководитель аппарата у Черномырдина. Слушайте, Черномырдин и Россия. А чем из Казахстана? Он этого ничего не знает. Пошел в Киргизию, там сейчас поменялся. Они там приехали, сядут в здании и все. То есть тоже внимания не уделяем. Этого Максима можно было уже обработать. Мать же русская. Сюда на отдых плашать. Он сказал, давай, Максим. У тебя же мат русская. Ты говоришь, русская кровь. Давай с Россией. Еще не делай. Американцы делали. Они этим занимаются всю жизнь. Уже 200 лет. Везде влезают, пролезают. А мы русского сына, так сказать, президента Бакиева, могли бы сделать и поставить его сейчас вместо отца. И пораньше поставить. И доводить дело до революции. Ну, проклопали все. Потому что не умеют, не знают, не понимают. Нужны годы, годы, десятилетия. А кто знает, я, я лидер оппозиции. Им неудобно и стыдно ко мне обращаться. Позвоните ко мне из МИДа. Я им звоню. Не могу дозвониться, хочу подсказать. В Совет Безопасности я звоню, а не мне звонят. Проблема в этом. Конкуренция знает. Чего я буду давать дорогу Жириновскому, он все хорошо знает. Он оттуда, Средняя Азия. Кавказ, я тоже там служил, знаю. И вот, дилетарская позиция приводит к этим ошибкам. Теряем. Теряем наше влияние на Среднюю Азию, на Кавказ, на Украину. Чарламынин был на Украине. Вся Украина в восторге от меня. Меня должны были бы болеть, чтобы я поехал. Чарламынин там близко никому не нужен. Он раздражал там всех. Он рубильником такой работает. Газ. А мне это нужно было. Новой элите, новой Украине. То есть в этом же проблема. А сейчас Уралов там, он какое отношение к Украине имеет? Какое? Он же занимался у нас с вами чем? Тем, что приватизировали, как говорили. Нет. Монетизация льгот. Причем из Украины. Направьте того, кого Украина хочет. Спросите, вы кого-то иди послом из России. Я себя никуда не рекомендую. Мне хватает работы здесь. Но приблизительно. Подберите. Кого они любят? Сейчас русский дом возглавил Никонов. Кто из вас знает? Он. Всем русским домом масштаба планеты руководил. Кто он такой? Ни бей, ни бей, ни куролеси. Ничего не знает, ничего не бей. Ну, дедушка был Вячеслав Михайлович Молотов. Вот это все элита. Все продолжается элита. Бакиев тоже элита. Вот он уже потерял свой пост. То есть мы продолжаем ставить на руководящие посты уже внуков элиты. Уже рубнула советская власть на этом. И новая власть уже. Все, внуки, внучата везде. То есть племянки кончились уже. Все поумирали. Теперь пошли внучата. А может он что-то делает? Нет. То же самое с Средней Азией. Никто не знает, кто там посол, чем там занимается, что там делает и так далее. То есть кадровые доработки. В том числе ГРУ, разведка, служба внешней разведки, дипломаты и все остальные. СНГ, кто у нас занимается? Кто у нас СНГ занимается? В МИДе сидит товарищ. Ну, ты же не был там никогда. Возьмите оттуда. Кто все знает? Нет, опять стоится товарищ из Казани. Больше там представители боссовета, там еще кто-то такой. Все. Он там не был, ничего не знает. Одна проблема. Не специалисты. Готовить будут. Но результат-то будет дольше. Специалисты готовят пять лет. Потом опыт приобретает десять лет. Поэтому результат будет через двадцать лет. Через двадцать лет. В России все будет хорошо в две тысячи пятьдесятом году. Последний вопрос. Неумение работать с населением. Незнание собственной страны. Мы в Москве не знаем, что такое Средняя Ася. А в Бишкеке Бакиев. Бакиев и Южанин. То есть Бакиев и Сочи. А восстание подняли в Вологде. Он ничего не разбирается в делах Вологды. Вот в чем проблема. И министр, кто он подобрал Южанин. Свои. Те ничего не знают. Все, как будто лазают на севере Киргизии. То есть, конечно, в условиях народной революции ни в коем случае нельзя министру появляться в толпе. Она разъяренная. Она агрессивно настроена. Хорошо, что они же только вот так избили. И убили бы его. Четвертовали бы его. Там казнь другая. К хвостам лошадей привязывают в залоги. И лошадей в разные стороны. И ноги разрывают человека. Ноги привязывают. Погнали лошадей. То есть, маверские методы казнить и так далее. То есть, об этом проблема. У нас уже была такая революция. Уже была. Февраль 1917 года. Октябрь 1917 года. Август 1991 года. Мы трижды пережили три наших революции. То, что сейчас в Бишкеке. Самые первые революции были у нас. Не знают. Не умеют. И так же оппозиция требует отставки царя. Оппозиция требует отставки по Киеву. Оппозиция требует передать власть Петроградскому совету. Опираются на работу. Раздают оружие. Выпускают уголовников. Все повторяется. Никакого нового элемента ни в одной революции нет. И почему гражданам обидно? Они поддерживают данных революционеров. А потом они начинают делать то же самое. Уже эти укрепятся власти. И будут делать все то же самое, что по Киеву. Как и у нас. Ковынство прохлады. И лестническая команда стала обогащаться. Лучшие фабрики, заводы, аэрофлоты. Все себе, 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 себе. И за границу. Все. Поэтому страдает-то народ. Почему ЛДПР и не поддерживает левых? Вот сейчас там левый вариант произошел. И толку нет от него. Везде выигрывает вариант ЛДПР. Чрезвычайное положение объявило законное советское правительство. Янаев исполнял законно свои обязанности президента. Уходя в отпуск, Горбачев на него возложил, как по львому кодексу. Руководитель уезжает в отпуск. Болей, его первый зам, является исполняющим обязанности его. Все. Янаев был законный президент. Павлов был законный представитель правительства. Министр внутренних дел законный. КГБ, армия. Какой? Какие же путчисты, как это наше правительство? Каких оберегают путчистами? А это вот демократическую шизо, или как это называется? Демшиза. Демшиза. Все опил мусор. Они, оказывается, у нас поборники демократии. Но мы увидели демократию, когда они пришли в власть с 1991 года. Со слезами на глазах ушел Ельцин. И все остальные. До сих пор не можем войти в себя. Вы что-то хотите, девушка? Я объявил последнюю, но из уважения к вам давайте. Спасибо. Поскольку пасхальные дни идут. Вы были в церкви? В Томске. В Томске? В Томске? Агентство Интерфаксы Юльич Чалов. Сегодня зал был практически полупустой. По всей видимости, это связано с тем, что Единая Россия второе пленарное состояние подряд назначает партийные свои мероприятия на этот день. Вот как вы относитесь к этому, спасибо. Отличательно. Потому что парламент должен работать. А они экономят свои выходные дни, чтобы сегодня вечером уже разъехаться на отдых. Это плохо. Это плохо, что мы никак не можем оторваться от формата однопартийного режима. Где они вдуманно ходят и неохота идти. Представляете, где с 10 до 6 сидеть и ничего не делать. Не думать, не говорить. Это же пытка. Нужно прийти в 10 утра и начинать нажимать кнопки каждые 5 минут, 10 минут, 15-20. Мы оппозиция работает. Мы спорим. Мы выдвигаем свою линию. Мы знаем, что не пройдет. Но все равно мы эту площадку используем, чтобы сказать всему миру, потому что наша камера снимает и мы в интернет все передаем. Пусть они блокируют. У них цензура сегодня уже 100%. Все, что и было у президента, ничего не передали в прессу. Ничего.